Спортивный кинологический праздник У Елены Громовой дома воспитывается австралийская овчарка по кличке Шармер. Хозяйка рассказывает, что собака очень активная, любит играть и бегать, с удовольствием общается с детьми, по-доброму относится и к другим людям и животным. В глаза сразу бросается красота овчарки. Когда Елена впервые увидела такую породу, то сразу решила завести такую дома. В кинологическом празднике «Собака плюс я» Шармер участвует уже в третий раз. Дрессировка очень хорошая. Эта собака одна из самых интеллектуальных пород. И по дрессировке она очень быстро и активно себя чувствует. У меня кот. Он облизывает собаку. Собака облизывает его. Они вместе спят. Собака, когда спит, собирает около себя все игрушки. Ему нравится спать с игрушками. Четвероногие разных пород и окрасов. Длинные и короткошерстные. Спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я» проходит в Сарове в одиннадцатый раз. На стадионе «Юниор» собралось порядка 70 участников, которые проявляли свои качества в разных конкурсах. В этом году на праздник заявились как уже опытные владельцы собак, так и новички. Это открытая выставка собак плюс наши конкурсы. Это ребенок и собака, конкурс костюмов. Есть новенькие, есть старенькие. Очень рада видеть новеньких и рада видеть стареньких, потому что уже проводим одиннадцатый раз. Есть редкие породы. Вот, к примеру, у нас есть венгерская овчарка, здесь пуля. То есть таких вообще мало в России, а у нас она есть. Вот, видела. Потом. Ну, остальные, наверное, все известные довольно-таки породы. Больше таких-то прям вот редкостей и нет. Очень рада, что в этот раз у нас метисов тоже нормально. Обычно у нас их очень мало, по одной, по две штуки, хотя мы для них тоже проводим. В этот раз у нас их побольше. По-моему, собак пять записалось. В программе праздника была выставка породистых и беспородных собак. Четвероногих оценивали в различных номинациях эксперты и судей из Нижнего Новгорода. По их словам, уровень саровских собак остается высоким из года в год. Я уже не первый год в Сарове, и здесь собаки очень хорошего качества. То есть с удовольствием сюда приезжаю, с удовольствием оцениваю собак. Есть очень достойные собаки, которые способны побеждать на выставках в более крупном уровне. Мы оцениваем породность головы, правильное строение корпуса, в какой кондиции находится собака, то есть толстый аналит, куда я, хорошо физически разобрел, плохо. Посмотрим движение, смотрим темперамент и смотрим, как собака показывается. На празднике можно было пообщаться с владельцами собак, поговорить об особенностях той или иной породы и просто погладить четверногих питомцев. Волонтеры собирали помощь для приюта Мурдом. Также для гостей подготовили выставку продажу зоотоваров. Дети могли сделать аквагримы-поделки, провести время в игровой зоне. Все участники праздника получили подарки. В конце мероприятия наградили всех победителей конкурсов. Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. В здоровом теле – здоровый дух. Спорт дарит человеку много плюсов – хорошую фигуру, выносливость и силу, стабильную нервную систему, правильное функционирование организма и многое другое. Еще большую пользу можно получить от занятий на свежем воздухе. Саровчане могут присоединиться к проекту «Спорт в каждый двор» Центр внешкольной работы и заниматься любой физической активностью под наблюдением инструктора. Мои обязанности входят привлекать подростков, детей к спорту. То есть я могу им показать упражнения. У нас здесь тренажеры есть в наличии. Показать, рассказать, исправить их ошибки. Ну, в общем, инструктор для того, чтобы помочь спортсмену начинающему выполнять правильное упражнение. На спортивной площадке 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова есть много тренажеров и снарядов для воркаута. Но не каждый человек знает, как заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. Также на площадках проекта организовывают спортивные игры для детей. Весь инвентарь инструкторы приносят с собой. Мы тут играем в разные игры спортивные. Это и волейбол, и баскетбол, и футбол, и настольный теннис. У нас есть для этого весь инвентарь. Мы его приносим с собой и его используем для этих целей. В общем, разнообразные здесь у нас занятия. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Инструкторы готовы проводить занятия и для пожилых людей. Всех, кто желает приобщиться к спорту, приглашают на площадки по улице Курчатова, 6, силки на 20, улица Павлика Морозова, 22-й микрорайон, по улице Куйбышева, 19-1, молодежный центр. Нам скоро дадут помощь. Обычно нам помогают студенты. Ждем с нетерпением, потому что они молодые, зажигательные. Они проводят какие-то досуговые мероприятия. Там они и поют, и танцуют, и все делают, что нравится детям. Спортивный комплекс в сквере 22-го микрорайона работает в понедельник, вторник, среду, четверг с 16 до 19. Спортивно-игровая площадка на улице Курчатова, 6, вторник, четверг с 10 до 13. Спортивно-игровая площадка на улице Силкина, 20, понедельник, среда с 9 до 12. Занятия бесплатные. Спорт вопреки зуду и насморку. Врачи во всем мире отмечают рост аллергических заболеваний, которые усиливаются во время физических нагрузок. Но подобные реакции организма – не повод прекращать заниматься спортом. Как бороться с аллергенами и триггерами, вызывающими дискомфорт, и продолжать тренироваться с удовольствием, рассказала врач по спортивной медицине. Поздняя весна и лето неразрывно ассоциируются с каникулами и отдыхом. Но у спортсменов теплый период проходит несколько иначе. Как правило, они не прекращают тренироваться, чтобы не потерять форму и держать мышцы в тонусе. При этом подобные занятия сопровождаются рядом сезонных нюансов для тех, кто страдает чувствительностью к цветению и другим аллергенам. У спортсменов может возникать после физической нагрузки повышенная аллергическая реакция, которая может проявляться в виде аллергического ремита, проявления со стороны кожи крапивницы и приступов удушья, вызванных физическими перегрузками, так называемая астма физического напряжения. Механизм этого явления до сих пор не изучен окончательно. Причины подобных реакций – триггеры. Ими могут быть продукты питания, такие как цитрусовые, шоколад, яйца, орехи, пищевые красители и усилители вкуса, шерсть животных, контакт с растениями и бытовой химией. Спортсмен должен знать о своем состоянии и избегать приема таких продуктов или контактировать с такими веществами как со всем, так и хотя бы перед тренировкой. Пациентов или спортсменов, которые имеют аллергические реакции на физические нагрузки, нужно научить распознавать первые симптомы появления аллергической реакции и немедленно прекращать занятия спортом в этом случае. Самыми ранними симптомами могут быть утомляемость, покраснение кожи лица или тела, появление зуда и повышение температуры. Если не прекратить тренировку на этой стадии, проявления могут усугубиться. При этом спортсменам-аллергикам заниматься можно, если соблюдать несколько важных правил. Занятия должны происходить обязательно в группе, то есть такой спортсмен не должен тренироваться один. Занятия должны проходить в присутствии тренера, либо родителя, либо какого-либо сопровождающего, который может своевременно оказать помощь такому спортсмену. Желательно вношение мобильного телефона, по которому можно связаться с родственниками. Рекомендовано также носить с собой какой-либо документ или медицинский браслет, в котором была бы информация о возможности проявления таких состояний. И в идеале это занятие рядом с медицинским пунктом. При обострении ренита нужно снизить нагрузку на 50%. Количество тренировок в неделю, сдачи нормативов, исключить на время работу с ускорением и отягощением. Тренировки должны проходить при пульсе 120-130 ударов в минуту. Необходимо увеличить время разминки и окончания занятия. В основную часть тренировки можно включить легкий бег, растяжку и элементы вида спорта. Во время обострения астмы вопросы о допуске спортсмена к занятиям решаются индивидуально со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова